25 том книги открытым оком вопрос на 3747 тема община какое общее отрицательное качество тех кто покидает вашу общину отвечает игнатий тихонович лапкин кричащая на всех углах и скровли их неблагодарность мой возраст позволяет многому уже не удивляться ибо испытал горького и сладкого в досталь но вот уходит человек который здесь нашел спасение покаялся читал вместе с нами библию даже ходил на занятия хотя и крайне нерегулярно и записей как правило такие не ведут в конспекты крестился женился причащался исповедовался перед богом и батюшкой на праздниках сидел за столом был напишется в прибрагосочетании и вдруг встал ни одному человеку не сказал ни слова вышел и никто даже и не догадался что он ушел навсегда точно по образу алексия человека божия как его прославила монашеская челядь эти люди как правило не принимают участие в церковных делах не имеют не идут на благовестия и все время умничать пытаются какие-то несогласия творить но доказать или даже утвердить свое мнение и не пытаются не та встановка в нашей общине их тут сразу же и расколют как правило начинают искать святость где-то они во христе и не в своей жизни вроде бы если митрополит лавру помолился с патриархом алексием то тут за тысячи километров от меня и от него каким-то образом отойдет благодать и я богу небесному не нужен буду у этих людей не понятие о спасении чисто формальная и грубоязыческая они не знают бога которому имя любовь творящая правду и справедливость и ищут какую-то экзотическую якобы экологически чистую юрисдикцию куда они могут себя причислять из и спать глубочайшим сном небрежения о своей душе и к ним уходят точно такие же уходят не с не простившись ученик никак не выше учителя того куда уходят чувство неблагодарности оно свойственно людям эгоистичным и далеким от христа хотя они мнят себя архиправославными неблагодарность может шокировать и самого христа евангелие от луки 17 глава 18 стих как они не возвратились воздать славу богу кроме сего иноплеменника все же это признак последнего времени и одержимости бесовской второе послание тимофею 3 глава 2 5 стихи ибо люди будут самолюбивы сребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы не дружелюбны имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся таковых удаляйся так что потеря от ухода неблагодарных не велика ибо они и в другом обязательно с душком с гнилью 3 книга ездры 8 глава 60 стих но сами сотворенные обесславили имя того кто сотворил их и были неблагодарными к тому кто предуготовил им жизнь книга премудрости соломоновой 16 глава 29 стих ибо надежда неблагодарного растает как зимний и ней и выльется как негодная вода неблагодарного нужно опасаться ибо он не не помнит добрых дел а злыми будет давиться книга иисуса сына сирахова 30 глава 19 стих грешник расстроит состояние поручителя и неблагодарный в душе оставит своего избавителя конечно и такие могут в конце покаяться ибо бог милосердный ждет с покаянием и неблагодар с покаянием в неблагодарности первое послание к висалоникицам 3 глава 9 стих какую благодарность можем мы воздать богу за вас за всю радость которую радуемся вас пред богом нашим когда такой соискатель на супер чистую юрисдикцию отваливается в никуда мне делается даже и смешно стал ни одному не сказал спаси христос это же лучшее доказательство что он здесь был чужой ничего за ним ему принадлежащего не остается он куксился за печкой томился и преследователь и последователя у него нет ни одного никого в общину не привел ничего от него здесь не осталось и забыт будет тот час же книга премудрости соломона 5 глава 14 стих ибо надежда нечестивого исчезает как прах уносимый ветром и как тонкий и не разносится бурью и как дым рассеиваемый ветром и проходит как память об одновневном гости даже уходя из плена египетского израиль ставил условия что возьмет собой жен детей скот если понимать в духовном плане то уходящие должны бы иметь тоже что-то в духовном египте то есть у нас если они так понимают но у них ничего нет и они уходят с пустыми руками возлюбив свободу блуждения более рабство закону христову псалом сто тринадцатый стихи 1 2 когда вышел израиль из египта из народа иноплеменного иуда сделался святынею его израиль владением его тишина объемлет землю призрачная мгла на на крестах белеют странно мертвые тела чу пронес тихий ветер словно чей-то стон о не бойтесь ваш последний охраняя сон с вами я сыны родные в этот страшный час я как прежде скал в колыбели охраняю вас вот шакал подкрался тихо прочь отсюда прочь день и ночь всегда я с вами с ними день и ночь никому до них косну никому никому до них коснуться не лесным зверям не стервят ником не гадам никому не дам пусть сыны саула и мои сыны искупившие безвинно гнет его вины пали жертвы за израиль пусть они своей страшной смертью спасают тысячи людей сердцу матери ужасен непонятен он без пощадного возмездия роковой закон дождь и ветер все темнее призрачная мгла все зловещие болеют на крестах тела и одна здесь сторожу и одна здесь сторожу я у подножья скал чтобы их не тронул ворон и ночной шакал вновь я слышу тот же голос он зовет меня и во тьме глубокой ночи и в этот страшный час убаюкаю я снова укачаю вас и сыны под голос бури крепко будут спать если бодрствует над ними любящая мать чумина